В наши дни благотворительность и волонтерское движение стали актуальным и масштабным проявлением бескорыстной помощи, а также внутренней потребностью каждого человека неравнодушного и чуткого к чужой боли. В школе номер 27 села Львовского не только всесторонне поддерживают подрастающую талантливую молодежь, но и уделяют особое внимание важнейшим потребностям души детей, делающих человека поистине прекрасно. Под чутким руководством директора школы и кандидата педагогических наук Оксаны Замалединовой детям предоставляют возможность совершить добрые дела. В школе активно набирает развитие социальный проект «Кто, если не мы, поможем детям?». Под таким девизом ученики второго класса казачьей направленности организовали благотворительную ярмарку в помощь маленьким деткам, больным ДЦП. Мы казаки и должны помогать людям. И мы собираем эти деньги, чтобы помочь Диме и Коле. Мы помогаем больным детям, чтобы им собирать деньги на лекарства и на массаж, чтобы они стали здоровыми. Мы наделись в больные эти гавки как отличительный знак благотворительной акции. Вырученные средства переданы родителям мальчишек. Все, что делают ребята в школе и в рамках социального проекта, находят живой отклик в их душе, изменяет их и делает добрее. Мы вместе с ребенком участвуем в благотворительной акции в помощь больных детям. Мы с удовольствием с ребенком печем продукцию, пряники, кексы. Она мне активно помогает в этом. И она понимает, что эти вырученные деньги пойдут на помощь больным деткам. Детям важно чувствовать себя нужными не только своим родителям и близким, но и совершенно незнакомым людям, помогая которым они ощущают свою пользу и свои возможности. В Северском районе звучали сирены. Это проведение плановой проверки готовности системы экстренного оповещения населения. Звучание сирен – предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем». Система оповещения проводится раз в квартал для проверки ее работоспособности при возникновении ЧАЭС, чтобы люди понимали, что, услышав сигнал «Внимание всем», необходимо прослушать этот сигнал, включить телевизионные каналы «Россия-1» и «Кубань-4». При проведении проверки работоспособности электросилен жители просят соблюдать спокойствие, оставаться на рабочих местах или дома и не паниковать. Запуск системы оповещения производится оперативным дежурным ЕДДС Северского района с пульта, установленного в помещении ситуационного центра. В реальной же ситуации, если возникает опасность при военном конфликте или чрезвычайной ситуации, в передаваемом сообщении жителям назовут характер угрозы и дадут инструкции к действиям. Услышав сигнал чрезвычайной ситуации, жители Северского района должны собрать первоочередные вещи и проследовать в пункт эвакуации. Это ближайшие садики, школы, где переждут неблагоприятное время и будет обеспечено питание и ночлег. По своему географическому положению и климатическим факторам Краснодарский край подвержен частому возникновению опасных природных явлений различного характера, которые являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан. Поэтому своевременное оповещение населения об угрозе – одна из основных задач ответственных органов. Осознание неизбежности трагического исхода – тяжелая ноша для многих неизлечимо больных людей и не меньший груз для их родственников. Однако в современной медицине существуют направления, обеспечивающие медикаментозную и психологическую помощь в таких случаях. Подобные комплексные мероприятия называются палеотивной медициной. О том, что такое палеотивная помощь, нашей съемочной группе рассказала Наталья Хабирова, врач по палеотивной медицине Северской центральной районной больницы. Ну, палеотивная помощь, переводится слово палеотивная, это с французского и с латинского языка, это накрывающий покрывалом. Цель нашей палеотивной помощи – это оказание комплексного подхода для улучшения качества жизни пациентов, особенно тяжелобольных, умирающих пациентов. Палеотивная помощь предполагает под собой психологическая, моральная помощь, кроме того, медицинскую помощь всем тяжелобольным, а также их родственникам. Оказание медицинской помощи пациентам и их родственникам приходит в 19 кабинете Северской ЦРБ. Кроме того, я выезжаю на дом к пациентам, мы проводим осмотр, назначаем обезболивающие препараты данным пациентам, проводим полное обследование им, ведем психологическую помощь как им, так и их родным. Больные и их родственники могут подойти к нам в любое время, то есть нет ограничений в каких-то по дням. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, мы подпринимаем таких пациентов. Если нужно, то я или моя медсестра, мы выезжаем на дом, где тоже проводим различные манипуляции по уходу за такими тяжелыми пациентами. Данное направление в медицине развивается достаточно давно и включает в себя целый комплекс мероприятий. Помимо медикаментозного лечения, не менее важным аспектом здесь является психологическая помощь как больным, так и их родственникам и близким. Наша работа направлена на улучшение качества жизни этого пациента в последние его дни, моменты. Что мы делаем? Мы обязательно выписываем ему обезболивающие различные препараты. Мы учим его родственников непосредственно ухаживать за этим пациентом. Если больной тяжелый и уже родственники не справляются, мы госпитализируем их в стационар в отделении палеоактивной помощи, которая находится в Уильской больнице, где там ему в течение 10-12 дней оказывают непосредственную помощь. Постоянно мы на телефоне с этими пациентами, они всегда имеют доступ к нам и к психологу, к онкологу. То есть эти пациенты у нас на первом месте в поликлинике. С учетом особенностей каждого пациента мы подбираем это лечение. Пациенты, если нужны какие-то препараты по основному заболеванию, они тоже у нас всегда есть в наличии, мы подбираем им. Ну а остальное это что? Это наши руки. Мы учим пациентов, как надо ухаживать за собой, учим родственников, как обрабатывать пациента, чтобы не было пролежней и так далее и тому подобное. В общем-то там особо затраты не нужны. Ну и, конечно же, мы с ними разговариваем, а это больше всего нужно пациентам, потому что и пациенты, и их родственники, а чаще всего в основном родственники, очень нуждаются в психологической поддержке в данный момент. На сегодняшний день в Северском районе проводятся специальные занятия «Школы заботы», в рамках которых родственники неизлечимы больных людей могут научиться основам оказания медицинской и социально-психологической помощи. Ведь самое главное для больного – это чтобы близкие люди были рядом. В Северском районе завершено расследование очередного уголовного дела по факту сбыта и незаконного хранения наркотических средств. В ходе оперативных мероприятий при попытке сбыта наркотического средства сотрудниками полиции был задержан 40-летний житель Северского района. Установлено, что 40-летний житель Северского района незаконно приобрел путем сбора дикорастущих растений конопли наркотическое средство марихуану. Данное наркотическое средство он хранил как для личного употребления, так и для сбыта наркозависимым гражданам. Хочется предупредить как молодых жителей района, так и зрелых, что такой легкий заработок не приводит ни к чему хорошему. Это приводит большей частью к лишению свободы, так как уголовным законодательством за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, предусмотрены реальные сроки лишения свободы, вплоть до 20 лет заключения. Согласно приговору суда, виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. То, что наркомане не может развиться от так называемых мягких наркотиков, марихуаны, конопли – глубокое заблуждение. Почти все наркоманы начинали именно с них. При употреблении марихуаны возникает выраженное психическое влечение – зависимость в виде непреодолимого желания жить в улюзорном мире, поскольку в состоянии опьянения человек ощущает свое якобы могущество – кратковременное, мнимое, а впоследствии глупо загубленное – человеческая жизнь. От пищи богов до опаснейшего аллергена. Ежегодно в период цветения амброзии тысячи людей льют горькие слезы. Конечно, сам факт произрастания данного сорняка не может так сильно расстроить кого-либо, а вот аллергические реакции в виде насморка и зуда слизистой – серьезная причина для расстройств. Широко распространенная на территории Кубани амброзия полынно-лиственная является одним из мощнейших источников аллергии. В период цветения концентрация семян растения может в десятки раз превышать допустимые показатели. Так что даже здоровым людям стоит остерегаться территорий заросших сорняком. Данный вид сорняка может спокойно произрастать на неухоженных территориях, с каждым годом только увеличивая объем аллергена, поступающего в атмосферу. Амброзия в период своего цветения и в период плодоношения может производить на свет до 88 тысяч семянок. Это безумно много. Растения недостаточно один раз срезать. Зараженную им территорию необходимо постоянно пропалывать. Главное – не дать кустам зацвести. Если аллергию все-таки заработали, врачи знают несколько способов, как облегчить состояние. В первую очередь, в период максимального цветения следует стараться как можно меньше находиться на улице. Приходя домой, тут же умыться, сменить одежду, закрыть окна и двери, включить кондиционер, провести влажную уборку. При проветривании на окно или форточку повесить мокрую марлю или простыню. Самое главное, что каждому стоит помнить, если у вас нет аллергии, это не значит, что завтра заболевание вас не настигнет. Так что пренебрегать уборкой сорняка на придомовых территориях и участках явно не стоит. Веселые спортсмены, а также их родители. Спортивный праздник «Очень веселые старты» прошел в детско-юношеской спортивной школе Станицы Северской. Дети с ограниченными возможностями здоровья вместе с родителями поучаствовали в спортивной эстафете, проявили силу, ловкость, быстроту реакции и командный дух. Поприветствовать участников соревнований пришел начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Климентов. И радует то, что начиная от веселых стартов, мы переходим к соревнованиям и первенствам Краснодарского окраина, участвуем в первенствах России. То есть кроме того, что вы здесь находите общение, вы развиваетесь и добиваетесь определенных результатов. Дорогие наши семьи, дорогие наши участники соревнований, я вам пожелаю крепкого-крепкого здоровья, чтобы у вас по жизни все получалось, и мне всегда приятно на этих соревнованиях быть, потому что такой теплоты, которая идет от вас, ни на каких соревнованиях не бывает. Подбодрить участников соревнований пришли и творческие коллективы района. Подобные спортивные мероприятия для детей-инвалидов регулярно проводятся уже на протяжении пяти лет. Для некоторых это шумный веселый праздник, а для кого-то первые шаги в мир большого спорта. Юные атлеты с ограниченными возможностями здоровья защищают честь нашего района на краевых и всероссийских соревнованиях. И добиваются серьезных результатов. Конечно, на этом нелегком для ребят пути многое зависит от наставника. Спортом я сама занимаюсь с 15 лет, как стала с коляшки. Я раньше была на коляшке, то есть трудом своим и учителей в интернате мне помогли стать. Спорт мне очень помогает, мне нравится, я его даже любительски с ним занимаюсь. Сейчас я мама, моему ребенку 5 лет, тренер в спортивной школе. У меня есть детишки-инвалиды, с которыми я занимаюсь. Стараемся как можно чаще вывозить на соревнования их. Ну, хочу, чтобы они на этих соревнованиях были расплепощены, общались между другими детьми, потому что общение для них это самое важное. Каждая команда старалась изо всех сил. Несмотря на соревновательный формат, в зале царила по-настоящему теплая атмосфера. Важность спорта в жизни ребенка очевидна. Подобные мероприятия для ребят с ограниченными возможностями, безусловно, идут на пользу. Здесь они могут найти новых друзей, укрепить свое здоровье, весело провести время в кругу семьи и все вместе приобщиться к спорту. Редактор субтитров А.Семкин